Продолжение следует... 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 Людей приглашать нужно ко Христу, не к нам. Мы карикатура на христиан. Стыдобушка. Куда звать? У нас запрещено к нам звать. Тем более агитировать, ловить и тащить. К нам попасть действительно непросто. У нас больше половины людей приходят, уверовали, где ближе храм мы отправляем. Пожалуйста. Но если уж пришел, то ты будь настоящим членом. Член семьи. И все-таки кого нет? Ольга сейчас тоже с Аплакова ушла. Она болеет. Грипп попросила. Ну сказала. Хоть сказала, что ушла. Деток много больных. Дети больные? Да, дети больные. У нас сегодня слышали. И Аполлинария, Илья. И Анида. Акилина. И Галя болеет. Ачлины просто нет, потому что болеет дочка. Она уже давно болеет. А я здесь Николая. Серьезно. Николая. Николая. Не было в списках Николая? Не было. Вот молитесь. А Надежда что-то? Вот она здесь Надежда. В общем, молитесь Николаю. Николай болеет. Николай больно. Ну сейчас очень большой гриф ходит. Поэтому как-то берегите себя. Так, еще кого? Я хочу сказать, что не просто узнавать, а по ступеням. Кого нет? Например, это видите. Даша. Кто ближе всего живет? Кто может связаться по телефону, поговорить? Это вторая ступенька. Даша. Какая помощь нужна человеку? С детьми некому, значит, в одно место детей как-то снести. Один дежурит сегодня, завтра больной. Пойти. Выделить средства для этого. Что купить надо? До конца довели. Кто за это берется сегодня позвонить? Николая нет. Кто? Ну жена здесь. Ага. Жена все доложила. Почему нету? Такая причина. Все время с работой связано. Не рекомендуем это. Работу нужно найти такую, что, как говорят, скользящий график, чтобы этого не было. Скользящий ватт. Я повторю, что это такое. Я когда уверовал, с первого дня понял это. Уходить надо с той работы, где в воскресенье ты занят. Я работал на корабле. Списался на берег. А дальше уже Бог начал мять и показывать. Я знаю людей, которые во время сталинской реакции сидели в лагере, приговоренные по жизненному, считай, 25 лет. И они не выходили ни в одно воскресенье на работу. И как они этого добились? А там означало, значит, ты из карцера никогда не выйдешь. Даже там. А здесь дома на свободе. Да у меня такая работа. А ты к тебе что работаю? Кто навязывал-то? Это твоя работа. Мы поговорили тут. Кто уезжает, там соревнования какие-то, воскресенья. Есть канона этот для священника. Там найди где-то храм. Заранее знаешь. Нет храма, туда поездки нет. В воскресенье ты должен быть в храме Господнем. Определенно. Какой храм, неважно. Я даже шире беру, если нет православного, сходи в католические воскресенья. Если нет, это восходи к баптистам, которые даже не православные. Ну ты-то православный. Не отговаривайся. Ты, может, именно там и нужен сегодня с кем-то побеседовать, рассказать, вопросы задать, получить ответы, им что-то сказать. В воскресный день ты должен посвятить его Богу. Субботу никто не отменял. Но в заветном понимании суббота это воскресенье сегодня. Я думаю, что вы уже можете продолжить. Я просто по этой теме... Надежда, объявление к этому дать. Каждый раз говорю, вопрос. Задают первый вопрос, кого нет. А дальше доводить по ступеням. Вот кого нету, не отходить на следующего. Кто с ним присаживает? Кто может связаться? Кто поедет? Кто узнает нужду его? Чтобы этот человек вышел тогда и на нас. Чтобы он понял, что он нужный. Он член тела Христова. И чтобы вот так отпал, или не ходит в церковь, это там, где проходной двор. У нас община. Это понятно даже для наших врагов. Так. У нас тут на неделе были события хое-какие. Пожалуйста. Ездили к этому священнику, который в трудной обстановке. Жена погибла. Я с сестры нашей ездил. Ну, по порядку. Давай. Погромче. Мы собрались мы не просто так туда поехать. Когда мы собирались... Кто ты? Сначала вторую покажи. А Татьяна Кузьминична еще. Мы вдвоем ездили. Ага, понятно. Поездка была интересная. Начиналась. Она еще как бы с города здесь началась. Когда мы собирали вот на помощь здесь вот. Ну, так мы помаленьку и потихонечку собирали. Так, чтобы это было не накладно. Людмила Степановна собирала, говорит, ну, там мы постельем приобрели вот кое-что. А я стояла на молитве и думаю, ой, что же я сегодня еще не вложила. Надо было бы еще маленько вложить. А я, ну ладно, когда выйду. И когда вот так вот подумала, а я на клиросе стояла. И это было во время проповеди. Брат читал проповедь. И я так подумала, что ой, сейчас только закончу. Закончу, мне надо еще добавить. И вдруг у меня сердце так всколыхнулось. И что? Надо самой поехать. Я говорю, как, сейчас? Так, мысленно. Да. Ну, я готова, Господи. Вот так это было на молитве. И когда я вышла сюда, я уже понимала, что мне не надо вкладываться еще. Надо еще больше вложиться. А чем? До поездки. Потому что там нуждается. И когда я это сказала, что надо поехать, я еще сама даже не знала, как это будет. И опять у меня внутри вот такое, что, а Бог все устоит. Оно так и получилось. И дома, когда я думала, а как же я дома-то буду отпрашиваться? У меня муж болен. Ну, а он вдруг говорит, да езжай, это надо. И Татьяна Кузьминична дома, когда поговорила, ей точно так же сказали, ой, как это важно, ты езжай. Вот так вот получилось. Мы собрались и поехали. Нас там ждали уже. Татьяна... Какой автобус? Куда? Прямо до Тогула. Автобус, небольшой, газелька. Мы ехали человек 6-7, наверное, вот в этой газельке. Очень хорошо ехали. Сколько билет стоит в один конец? Билет стоит в один конец на одного человека 350 рублей. Ехать туда почти 4 часа. 3 часа 40 минут мы ехали. Когда мы приехали туда, уже было темновато. Это 6 часов было. Вы знаете, что 6 часов, это уже темно. Мы вышли, вот как нам посоветовали, где выйти, прямо сразу же, вот как выезжаешь туда. Но куда идти мы не знали, увидели мужчину стоит, подошли, он нам объяснил, что надо вот идти вот туда в гору. А у нас сумки тяжелые. В гору идти мы не можем. У Тани коляска была, перегрузились вот так. И стали ожидать какую-нибудь машину, чтобы нас довезли. Тот телефон, который нам дали, он не отвечал, не отвечал. Был недоступен. И потом все же один мужчина остановился и нас посадил. И говорит, а куда? Мы говорим, да священникам. Говорит, по Вову? Да. Он говорит, я знаю, довезу. И привез нас не к нему, а к его родителям. Но в это время там был его сын старший за молоком. Сын, сын. Сын его. И он выходит и говорит, я старший, я вас привезу домой. И сел с нами в машину и прямо нас довез туда. Когда мы ехали туда, мы планировали остановиться у Татьяны нашей. Помните, Таня? У Аксеновой. У Татьяны Павловны. Оказалось, что она в Новосибирске. И мы ехали и думали, а где же мы остановимся? И батюшка нам позвонил, мы уже были в пути, батюшка позвонил. Ее, оказывается, нету. Ну, как-то уже там по обстоятельствам. По обстоятельствам сложилось так, что они говорят, нет, куда же? Нет, нет, оставайтесь, у нас есть место для вас. Они уже ждали, ребятишки обрадовались. Мы зашли, они нас окружили. Сразу в сумки в наши бабушки приехали, сумки вытаскивают. Пить скорее. Мы в дорогу брали с собой, чтобы попить. А я говорю, да как же так, они даже не опасаются, что... А вдруг там что-то есть. А он сразу в рот и говорит, как вкусно. Дети. Дети. Они очень общительные, ребятишки, очень общительные. И, видимо, они вот так вот заботой-то окружены какой-то. И они уже знают, что им ничего плохого никто не желает и не принесет. Поэтому они даже без опаски. Мы говорим, да может мы куда-нибудь пойдем. Нет, у нас вот есть место и вот эти кровати, которые им подарили. Мы пойдем на второй ярус, мы будем на второй. А вам на первый. Мы говорим, да мы на одной вот тут. Нет, нет, это вам, это вам сразу. Вот так они очень нас хорошо пригласили, встретили. Сразу же в тот же вечер мы приехали. Пока это то-се, сразу же стали ужин тут готовить. Как-то получилось, что это все быстро. А потом на сон сделали уборку в доме, подготовили все для того, чтобы ко сну отойти, помолились. Ну а уже утром прямо мы включились сразу с вечера в эту работу. Как-то вот так получилось. Молились-то с ребятишками? Да, с детьми. И мы просили, я прямо говорю, а кто сегодня у вас старший, кто будет молиться? Молился, а у них два мальчика больших, 13-летний и поменьше еще Николай и Андрей. Николай будет молиться. Ну вот у нас Николай молился и утром опять Николай, а потом на следующий день молился Андрей. Мы сами только помогали в молитве. А так вот я уже знаю, что в больших семьях. И я им вот как-то эту мысль подтолкнула, они сразу определились в ней и вот так вот и молились. На утро мы уже рано встав, помолившись, приготовили завтрак и все в течение дня. Тут Татьяна Кузьминчина сходила в магазин, купила еще продуктов, которые необходимы. Дети двое с ней ходили, помогали ей с сумками, чтобы донести. Хлеба набрали. Они покупают хлеба много. Семья большая, дети берут хлеба много. Ну вот ходили за продуктами, там кое-что купили. А потом поставили тесто в обед им. А вечером пироги пекли. Ну а между этим весь день у нас ушел на разборку. Как у них выглядит? Квартира у них хорошая. Мне она понравилась. Вот так квартира мне понравилась. Очень удобная, очень хорошая планировка такая. Для их семьи очень даже хорошо. Ну требует она ремонта, я бы сказала, небольшого. Ремонт такой там нужен, но небольшой. Маленько, вот сейчас вот мы когда уезжали, я увидела, что углы промерзают. Наверное, все же там сырость повышенная. И вижу вещи некоторые увлажненные. Наверное, а вообще дом у них теплый, у них тепло в доме. Босиком они ходят. Они не замерзают, дети босые. Ну хорошо. Вот они сейчас, бытовая техника у них не подключенная была. Вот тут была сложность. Его самого не было, батюшки дома. Он уезжал туда, Быково называется. Там мы с его мамой в хозяйстве, у нее занята мама его, Лидия Павловна. Ей 57 лет. На ее руках ребенку 8 месяцев. Ей очень тяжело, потому что она, еще и слуховой аппарат у нее, она не слышит и очень даже сильно не слышит. Поэтому все на повышенном тоне разговаривают, ну криком, кричат. Это сложно, конечно. И она с ребенком маленьким на руках, ей надо и приготовить, и за этими детями последить. А этих действительно вот мешков, мешки, баулы такие, сумки огромные, большие, коробки. Все стоит нераспечатанное и по коридорам, и в зале, и в спальнях в обоих. Ну там, в общем, все, все вещами заставлено. Она говорит, а мне даже и некогда с ними. И я понимаю, что это действительно так. И мы сразу включились в то, чтобы разобрать эти вещи. Как определиться? Разделили в шкафах место. Для побольше, вот для мальчишек какое, для девочек какое место. У них три на три. Три мальчика, три девочки. Какое место для самого батюшки. Мы его не видели и с ним не общались. Ну, мать, видать, с ним так общалась. И она нам говорила, что вот как-то нам место вот определить детям. Мы так и сделали. И все, когда мы разобрали вещи, вот так по порядку открывали, баул один, раскладывали. Что детское смотрели, что подходит. Откладывали, ну, в шкафы сразу ложили. Что не подходит, отдельные коробки уже сразу определили. Что вот это для штанов, очень много штанов, много курток. Там вот прямо, я говорю, там прямо можно магазин открывать. И вот столько много. У них было... Они свои уже вещи перевезли. Хотя он говорит, мы не все вещи еще перевезли. Еще не все перевезли. И они получали гуманитарку. Вот у них гуманитарки много. Но там наложено... Такие вещи там, ну, безразборно складывают. Без учета того, что это семья священническая, если так можно сказать. Там, наверное, все подряд складывали. Вот так вещи хорошие, новые прям. Я не хочу сказать, что вот они подержаны. Но они вот разбираемые. То вот такие вот лямочки одни. Вот досюда. Ну, в общем, ну как вот открытые вот. Ну, такие вот, то коротенькие, то вот. И вот мы подбирали. Очень трудно было подобрать, что им пригодное. Ну, так набрали все равно, положили. А остальное все сложили по коробкам. Отдельная коробка со штанами. Отдельная с куртками. Отдельная с шубами. Отдельная с обувью. И все это подписали. Ярлычки повесили, что вот это на вырост. Там одному пантелеймон, это звать младшего, которому 8 месяцев. Там ему, ой, набрали вот весь угол, вот так вот завалили один угол. Это только коробки наставили. Это одному вот такому маленькому ребенку. Вот столько вот им прислали вещей. Но мы их упаковывали, что это вот на сегодня. Вот это вот до весны будут лежать, а весной можно вскрыть. Вот так вот я прям писала. До весны, весной можно вскрыть. Там такую большую тоже коробку написала. На вырост девочкам попозже, через год может быть. Вот так вот, даже вот так вот подписывали им, потому что перебирать им снова эти вещи трудно. Ну вот так вот, два дня этим и занимались. Варили. Убирали каждый день. Кормили. Потом отвели в школу. Да, у них печное отопление, печку топят мальчишки. Мы им предложили график. У них всегда конфликт возникает. А кто сегодня будет топить? Они между собой. А почему я? А почему не он? И мы тогда... А почему, если бабушка там скажет, что... А почему это я? У них всегда этот вопрос звучит. А почему? И мы видим, как бабушке трудно это решить. Почему? И мы тогда с Татьяной Кузьминичной вечером, когда уже подошли к бабушке, к ихной... Она моложе нас значительно. Мы к ней подошли и посоветовали ей. Вот если вы не будете возражать, вот мы вам предложим такой вариант, который бы мы у себя применили бы. Мы в лагере работаем с детьми, мы это сказали. И вот как мы бы применили? Мы бы сразу обратились в наши правила. А поскольку у вас этих правил нету, мы вам советуем. Давайте мы составим для них график, расписание, кто чем должен заниматься. Ну, на это должно быть ваше согласие. Потому что батюшки нету, мы не можем ему посоветовать, но он батюшка. А вот через вас, если она говорит, не против. Она бабушка у них грамотная, она экономист. Всю жизнь работала экономистом во Фрунзе, в хорошей организации. Когда они сюда переехали во время начала перестройки, она говорит, здесь я как экономист не была востребована, но работала главным бухгалтером снова в крупной организации. То есть она, ну, человек мобильный такой, грамотный. И она, ну, рассуждает очень правильно, вот. Почему не верующая? И она... Другой деревне. И она говорит, да, не против. Ну, мы так примерно вот изложили свои мысли, она говорит, не против. И мы с Татьяной Кузьминичной перед отъездом уже до двух часов ночи писали вот это им расписание. Какой график составит, чем они должны заниматься. Помолились, записали. Потом, когда мы прочитали, нам понравилось, как написали. Таня расскажет, чем мы написали. И предложили. И сослались на то, что... Ну, там сделали только одну ссылочку, такую, на Левитом 10.10, чтобы они научились отличать чистая от нечистого. У них вещи сильно везде... Вот, одели вот так вот. Сняли, бросили. Опять оделись, сняли. У них же много вещей-то. Им что это, не жалко ребятишкам? И вот, чтобы их привести вот к этому порядку, мы написали. И посоветовали бабушке, когда мы уезжали, что вы им не давайте, пока батюшка приедет. А когда батюшка приедет, вы покажите вот это. Если батюшка согласен, если он примет, а там мы еще подписали подпись, что он, ну, как благословляет этот совет, эту рекомендацию. Так он благословил. Ну, и не знаем пока. Все? Мин, расскажи про бабушку, потому что она не верующая совершенно. Почему? Ну, как? Я не знаю, но как не верующая. Без плотка ходишь. Она стала. Ну, я рада, что мы съездили, потому что мы как раз вовремя там оказались. Именно такой момент был, когда им действительно очень нужна была помощь эта. И я рада, что это... Подошла к ней она, кто-то с тобой едет. Я вот сама тоже не собиралась ехать. А подошла, она говорит, а никого нет, я одна. А я думаю, у нас не положено так даже по одному ехать. Давай я с тобой поеду. Ну, все. Слава Богу, что мы съездили, это хорошо. Но молиться очень даже нужно, сильно за этих детей молиться. Это Николай, Андрей, Пантелеймон, самый маленький, Ольга, Галина и Василиса, самая девочка маленькая. Вот эта маленькая девочка, она как раз ехала с матерью. И ей 5 лет, и она очень напугана была. Она это помнит. Вот отцу в реанимации сделали какие-то уколы, и у него как бы из памяти это ушло. А девочка вот эта, она помнит то, что произошло. И поэтому отец с ней спал даже. Это все время вот это какое было. Потому что она пугалась и ночью просыпалась, кричала даже. Но сейчас она как-то успокоилась. То, что мы побыли, это хорошо, потому что, ну, как-то к порядку мы сразу их. Как у нас в лагере, мы пытались и там режим такой вот, чтобы и как-то, ну, попытались что-то сделать. Вот. Как оно дальше будет, я прошу вас всех молиться. За эту семью нужно сильно молиться. Бабушка вот эта, она, конечно, неверующая бабушка. Но мы пытались, Нина много с ней говорила. Вот именно о вере, все. Она потом стала платок одевать, молиться с нами. Ну, как оно дальше будет? Вот. Поэтому молитесь за эту семью. Ему, конечно, очень сложно и трудно будет. Потому что он, вот, праздники были, заболел священник. И он служил уже за него там. Как дальше будет, он не знает, как дальше сложатся там отношения. Вот. Но семья остается, бабушка одна что сделает с этим грудным ребенком. Поэтому за детьми нужен большой там присмотр. Я, конечно, вот мы пытались сказать, что пусть он попросит помощи у верующих там, кто вот это, чтобы помогали им. Вот так. У кого краткие вопросы? Нет, нет. А не приехала вот такая, как эта Оля, бабушка-то у нее жила? Не приехала? У них была бабушка. Она жила много лет, как бы с ними прощала. И как нянька была. Они говорят, няня наша. Вот. Но она уехала сразу. Мы ее не видели. Она уехала сразу. Приедет. Так, все. Слава не повторять. Уехала сразу несколько раз повторять. Ей 81 года. По вопросу к несущим сестрам. Татьяне и Нине есть у кого? Стиральная машина. У тебя началось ты первое. Что не хочешь добавить? Стиральная машина. Да, и это все. Я в курсе, как бы. Я только хочу поблагодарить, что, слава Богу, что у нас сестры вообще есть, и что поехали, вот не зная их, не зная эту семью, никак. Такое вот сочувствие проявили. Я вот когда тогда первый раз туда заехала, посмотрела, как они живут, как они вот... И понимаю, что есть где-то верующие, никто к ним не пришел. Там же из села, и никого нету. А мы вот тоже их не зная, собрали деньги, купили кровати. Сейчас им уже матрасы для этих, все заказали, привезли. И я вот так вот сразу вышла, и я вот за все годы, ну вот реально, вот так вот реально поняла. Вышла, сели в машину, я мужу своему говорю. Вот я теперь, не просто на словах, а вот сейчас, почувствовав вот эту обстановку, вот эту мирскую, девчонки в штанах, вот это все, вот эта неустроенность, нету помощи, я оценила, что такое наша община, которая только вот, как говорится, только вот позвони, там только скажи, всегда найдется помощь. Все, не все, но этой помощи будет достаточно, чтобы кому-то уделить. И своих обиходить, у нас свои есть такие трудные, да, кому надо помогать. И даже на чужих хватает, и где-то далеко находящимся. Я вот сразу думаю, как хорошо у нас есть община. У нас сразу все можно организовать и поддержать, и особенно молитвой. Буквально за полчаса вся община будет знать, когда за что нужно молиться. Сейчас, тем более, такая связь, это вообще. Для меня это было за 13 лет, вот я первый раз так почувствовала вот это вот, что люди, они вообще все чужие. И я поняла, что сейчас звонит какой-то бабушке, там какой-то из прихода, она скажет, да что, куда я пойду, да с чего ради. Так, я хотел спросить, а где Марина? Она сейчас сложный вопрос. Сейчас побежала домой, я не знаю. Что тут? Секретарь должен всегда быть на собрании, много раз уже говорили. Так, что хотела? Вопросы дать. Погромче говори только. Это вот девочки, которые вы ездили, скажите, через какое время нужда будет еще раз туда съездить? Я, например, тоже бы могла еще поехать с кем-то, но не одна, конечно. Подождем, потому что еще только первый день. Еще повторяю, сбор денег официально не делали и делать не будем. И не потому, что не надо помогать, а помогли достаточно и собрали. А кто желает, давайте. Ну мы как начали с этого, вот в эти руки отдавать. Поехали, забыли, там деньги доставили, прям здесь я потом переложил туда дальше. У нас для благовестия все кинуто. Мы очень серьезно думали покупки сделать. Нет Евангелия. Напоминаю, что вот о чем сейчас сестра Надежда сказала, Господь так нас благословил. У нас где узнавали нужда какая есть, вы знаете, библейское общество. Как мы поучаствовали, и он говорит, сколько у него есть, у него буквально вся Сибирь, библейское общество. И они говорят, мы выше на первое место. А наш общий тут был, когда говорил. Мы делали сборы, у нас меньше 100 тысяч не было. А эти общины-то совсем маленькие. Вы знали, большая нужда, там вот арестовали Душенова Константина Юрьевича. Наши уже там, Сысоеву, наши уже спели там. И речь идет не о тысячах, а о 200 тысяч. И для нас это не было бы тягость. Не считая, что мы тратим на благовестию. Вот только на книгах мы за два года подарили на 1 миллион 100 тысяч. Это уже деньги. Для такой маленькой, вот мы все здесь практически тут. Кого тут? Пенсионеров больше половины. И за это надо Бога благодарить, что Бог располагает. И этого скрывать не надо. Апостол Павел говорит, о вере вашей, о хае, там все знают, как они жертвовали. Две тысячи лет об этом знают, как они были щедры и отдавали. Это дело Божье. Вот они съездили, теперь благодарите, что съездили, вернулись благополучно. И Бог положил на сердце. И за все, за все благо благодарите. Так, тема эта закрыта. Только молиться. Я получил целый набор открыток, от руки сделан. Это Надежда Васильевна, моя половинка. Она любит поздравлять с Рождеством. Видите, она накупила, напечатала. Вчера я раздавал ревностям, кто приходит на службу. Кто вот такие сохранит, кому подарить еще? Подай. Оля, так еще кому подарить? Только, чтобы не пропало, тут много труда заложено. Еще кому дать? Так. Вон, Мария Яковлевна, поднимай. Да, Кашин? Где она, Мария Яковлевна? Пожалуйста, передай. Еще кому одна осталась? Так, передай. Все. Поблагодарите, что Надежда Васильевна, ревностно, старается таким образом проповедовать. Я скажу маленько о том, о чем говорил. Вот посмотрите, у нас флаг висит. Это купил отец Иоанн Суворов. И он спрашивает батюшку, когда был. Он зашел в магазин, ну Игнатию подарить. Ну что подарить? Батюшка говорит, это у него есть, этому он и нуждается, это в дом не пустит. И он посмотрел, может быть, даже так краем глаза, а вот если флаг купить российский, а батюшка говорит, вот это он примет. Батюшка не может, может быть, до конца все разъяснить, но он слышал, как я отзываюсь о нашем флаге. Этот флаг межнациональный, межвременный. И такой флаг один за всю историю человечества. Я сколько говорю, некоторым еще не доходит. Это живая проповедь о спасении. Такого флага в мире нет, и его нельзя составить. А кто-то хотел бы сейчас составить, он только такое составит. Знаете, на историю мировой из всех животных больше всего повлияло какое? Лошадь. Не было бы лошади, не было бы наступления Александра Македонского. Не было бы Бугденовской армии. История мира пошла бы другим путем. Лошадь. А что лошадь? Лошадь должна быть смелой животной. Ну кто-то не видел, сбор спустился бы, но и обладает художественным даром. И сказали бы, чтобы в горах, ну лошадь, значит, никто не знает лошадь, он ее не видел. Но такое животное было, чтобы оно могло двух на спине тащить. Других животных могла обгонять. Легко поддавалось выведению новой породы. Была смелой в битве, не боялась ни выстрелов, ни взрывов, ничего. Ее нарисовали бы, только лошадь нарисовали бы, не зная, что это лошадь. Какие копыта, что можно подковать, корову попробовать подковать. А развоеная копыта, кого ты ее делаешь? Там нет. Какая она смелая лошадь. Какая она быстрая. Я ведь говорю, это не на пустое. Чтобы мы поняли, что всюду и везде есть что-то, что выделяется. Когда мы читаем третьи книги Ездры, там написано, из всех животных Бог избрал одно овца. Для Бога-то наши революции не нужны. Богу нужен постоянно пример, толчок проповеди. И овца указывала на Христа. Вот агнец Божий. Из всех птиц Бог избрал только голубя. Запомните. Что куриц держите свиней. Что интересно, у нас батюшка овечек держит, а я голубей. Вот как все случилось так. Мне овечки, они хоть никогда не будут. А батюшка голубей, он так и посмеяться может. Но распустил свое хозяйство, по дорогам ходит. Голубя избрал Бог. Значит, второе лицо Пресвятой Троицы явлено вагнце. Третье в виде голубя. Это Бог так сделал. Из всех гор гора Сион. Из всех растений лилию избрал Бог. Из всех плодовитых деревьев, только виноградную лозу там все перечисляется. Избранный народ только один был. Народ Авраама. То есть еврейский, конечно, не тот, который идет против Христа. Но это в историю его вписано. Не русский, не надо говорить, мы второй, третий, пятый Израиль. Удел Богородицы. Все это придумки. Я говорю то, что касается Библии. Кто не знает, что такое российский флаг, который у нас есть. И когда прибивали, батюшка был, я хотел его наверх. Я говорю, маленько припустить. Я хотел прямо поперек, я говорю, наискосок, чтобы видно было, что это не просто шторка. И я все сделал, как они посоветовали. Первая нижняя полоса. Она обозначает, что земля пропитана кровью. От коры до центра. Я спрашиваю буддистов, вы согласны с тем, что на земле пролита кровь? Человек рождается в кровях. И многие умирают с кровью. Да, так. За каждое преступление пролитие крови. Согласны? Буддисты, мусульмане, православные, все согласны. А которые от Адама, мужика, и Нубилавеля. Прокрыта земля, которая приняла кровь. Кровь приняла она. Какого цвета кровь? В Японию поедем. В Аргентину кровь везде красная. Вот эта красная полоса и говорит, умерли все. В Адаме все умирают. И притом никаких значков, звездочек, нигде на этом плаге нет. Это проповедь. Все умерли. Это трагедия. Это реквием всему сотворенному Богом. Вместе с человеком умирает и животное. Их колет, мясокомбинат, жертвы. Везде кровь течет. Как Павел Флоренский говорит, не до слабонервных было там, где кололи овечек. Где кололи быков, там рёгкие стоны. Священники ходили в крови по щиколотку. И вся вода эта уходила в Иорданы. Дальше тоже духовный смысл имеет. Второе. Всюду и везде Бог голубое небо дал. Голубое. На севере. На юге. В середине. И написано, помышляйте о горнем, а не о земном. Проповедь. Проповедь. Это была пурпурная нить в левицкого колена у первого священника. И вторая нить голубая. Третья не была нити белой. Почему? Христос не умер. И на земле больше ничего нет. Голубое небо и дальше всё скрывается. А что дальше? А дальше написано откровение, апокалипсис, 20 глава. И видел я великий белый престол. И дальше сидящего на нём. Какой? Великий белый, запомните. Этот человек сотворён. Грехопадение. Это история мировая, помышление к лучшему, к высшему, к небесному, к духовному полоса. И третий суд Божий запредельный, когда уже кончилась мировая история. Посмотрите ещё раз на этот плач. Это живая проповедь. Я каждому ребёнку говорю. На всех занятиях, какие я вёл в милиции, в разных органах, на заводах, я ещё ни одного человека не встретил, ни одного, который бы знал это. Вот в милиции, представьте, одновременно 700 офицеров. И у каждого нашивка, это флаг. Я спрашиваю, а что они означают? Ну, российский флаг. Но что эти полосы означают? Ну, так положено. То есть, как маленькие ребятишки. И когда я объясняю, они до того удивлены, что это так в Библии написано. В Библии, я и говорю, написано. Червлёная нить и голубая. Зачем они должны были, эти голубые, быть у первосвященника? Это напоминание о жертве, о агнста которой придёт, и о помышлении о небесном. Небо голубое. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Всё в этом мире бесследно канет. В мире не будет смерти угроз. И вот я, когда издавал Новый Завет, я считаю, это вершина моей деятельности. Вот, Новый Завет, трёхтомник. И вот, заметьте, первый, второй, третий том. Белый нету, это в юнок называется. Пожалуйста, белое, синее, красное. Ну, чтобы понятно было, я теперь переворачиваю. Что красное означает? Красное означает апокалипсис здесь. Это последнее. Синее, это то, что приводит апостол Павел, говорит. Переднее начинается о том, как Авраам родился, Ах и Яхова. Я даже старался, чтобы закладки были разные. Первый, второй, третий. Это первое издание. Передайте, положите там на столе. Вот на этом столе. Дальше, когда мы переиздали заново, я снова так же достал закладку. Вот они, смотрите. Закладка. Жёлтая, это как белая. Дальше синяя, красная. Белой просто нет. Но жёлтая, ближе всего, похожа на белую. Это новое издание. А некоторые берут и не понимают даже, что это такое. Здесь всё с умыслом. Даже закладка должна проповедовать о любви Божией к нам. Что от этой крови мы помышляем о небесном. И придём перед белый престол. На второй стол положите. Видите, с каким замыслом это было заранее, всё это сделано. Так. Если вопросов никаких нет, я вчера вечером предложение сделал. Ну, предложение было обдумано. Я об этом молился. И поэтому братья все это приняли и сёстры. Батюшки нету. Примерно на сколько заканчивается у нас богослужение, когда батюшка бывает здесь? Пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого. Всё уже закончено. Сейчас бы была ещё служба. Просьба никому не уходить. Я предложил то, что думал. А думал я о том, что... Вот у нас была встреча, приезжал нас епископ Евтихий, наш епископ Курочкин. И была встреча с местным епископом Максимом Дмитриевым. И мы там были. Потом вместе было богослужение в храме. Наши дети причащались там. И было предложено создать рабочую комиссию, а не так, как рабочую группу. С какой целью? Ну, они понимают так. Примерно я их понимаю. Чтобы мы написали заявление, примите нас в лоно Московской Патриархии, в Матери Церкви. Ну и всё остальное ликвидируется, распродаётся, и все уходят туда. Они не говорят это, но смысл понятен. Возражений против создания рабочей группы не было. Не было со стороны батюшки нашего. Но мы закладываем другой смысл. С чем и с кем объединяться. Тем более, когда совершалось это объединение, как говорят, объединения не было. Это всё за законом. Было принято акт о каноническом общении. То есть мы можем причащаться у них, а они у нас. То есть единая чаша. И о том, что мы признаём их священников благодатными патриарха, а они у нас. Но поминать мы его не поминали, и не поминаем патриарха. И те, которые за рубежом, очень много патриарха вообще не поминают. А что объединение, пять лет, это все навороты. Прости Господи, нехорошее слово. Но это уже придумали, они за этим прилепляли к тому уже здесь. Этого не было. И поэтому они, если знать, что мы знаем об этом, что это вне закона, это требование, то они даже не настаивают. Да нет. Вот когда они там были и не разрешили нам видео делать, съёмку, хотя здесь была договорённость, я понял, всё строится на лжи. И дальше разговаривать будет не о чём. У меня в книгах записано, когда спрашивают меня, скажите, одним словом можно охарактеризовать патриархия, что означает? Ну такое слово, что понятно. Я отвечаю, ложь. Четыре буквы. А более подробно, ну более подробно, всегдашняя ложь. Но ещё более расширена, тотальная, всегдашняя ложь. Но слово ложь остаётся неизменным. И здесь, в этой встрече, на первом месте выперла ложь. Когда началось с того, что я предложил встречаться, и первый вопрос я предложил, беседовать на тему о лжи. Жить не по лжи, по служеницам. Такой у него есть трактат. А второе, о благовестии. Но когда первое они уже ставил в гадь, я ушёл. Я понял, дальше мне делать нечего. Ну батюшка остался с кем-то. И они там говорили, но записывать на бумаге разрешили. А потом я всё это вместе собирал, смотрел. Ну, в общем, восстановили примерно, как говорили. Зачем это они не разрешили записать? А теперь уже вручать за 100% и точность нельзя. Но из того, что сохранилось, записано как стенографически. Получилось, потому что писал не один человек. Они 41 раз помянули только Игнатий Тихонович в этой беседе. 41 раз. И о книгах я говорил, речь будет идти только об этом. Даже вопрос ставили, вы что, может, наставите, что книги там и что? Да нет, нет, это отвечает Максим, там, священники. 41 раз, значит, понятно, о чём речь. И мы ожидаем, как тут события складываются. Но уже секретарь, отец Сергий Беляев, звонил батюшке. Ну вы не передумали, батюшка? Говорит, да нет, ну всё нормально у нас. Ну и они где-то рядом, они вот-вот должны сюда выйти. Я предложил вчера, давайте проимитируем эту обстановку. Вот мысленно сегодня мы будем разговаривать, как будто рабочая группа уже создана. С той стороны они назначают, это ещё, она не, нет этой группы, но она будет. Они предлагают, ну, по два человека, я предлагаю по десять. Разница есть большая? Дальше. Они говорят, ну, раз в месяц. Я говорю, два раза в неделю. Большая разница. В восемь, в десять раз, всё абсолютно. Сделай, чтобы полное молчание было. Дальше. Они говорят, ну, это в течение, там, месяца, там, два. Я говорю, в течение года, не меньше. Они хотят, чтобы два человека с той стороны, с этой или четыре, и больше никого. Я говорю, присутствует может любой. С вашей стороны прийти с паспортами, мы к вам тоже с паспортами. Но без права голоса. А если кто желает что-то сказать, помочь, записочку и подать своим людям-то. А эти наши-то озвучат тогда. Потому что, когда они сказали, ну, у вас, как Игнатий скажет, так и будет. А и в тихий говорит, нет, там Игнатий не решает, решает община. Потом проходит какое-то время ещё вопрос. Кто-то из священников, да, конечно, если Игнатий скажет, вы пойдёте. А теперь уже вторичие повторяете в тихий и говорит, нет. У них всё решает община. И батюшка говорит, я ничего не решаю, община решает. А община это означает, мы все во Христе. Мы не пренебрегаем ни голосом глухонимых, ни бабушки, ни пенсионерки, ни слепой, ни больной. Мы не знаем, через кого начнёт Бог делать наступление. Через кого? Когда? Давыд вопрошал, когда? Через кого? Он говорит, через это его называет. Когда? Когда услышите шум над тутовыми деревьями, тогда шагайте вперёд. Мы знаем, с чего начинать. И вот сегодня мы решили провести... Так, Добунов где? Не думал. Так, найти. Пожалуйста. Да он уехал. Как он мог уйти, когда он назначен здесь? Он назначен. Батареи какие-то повезли. Андрей повёз их. Говорит, с Андреем поехали, повезли батареи. Батареи куда-то? Туда? Об этом не было. Ну, значит, тогда остаётся один. Мы решили так. Макет составить. За московскую патриархию я не могу, потому что иначе эти вопросы с нашей стороны никто и не задаст. С их стороны брат Севастьян. Вы ему доверяете? Доверяю. Это не игровой наш парень. А настоящий брат, верующий. И второй Добунов. Они представители московской патриархии. Поэтому никакой игры здесь нет. Я напоминаю, в Древней Греции, когда случались диспуты, то порядок был такой. Ну, допустим, я беседуюсь с адвентистом седьмого дня. А там кто-то судья третейский. И он говорит, ну, первый на меня говорит. Вы с кем беседуете? Я говорю, адвентисты седьмого дня. Так вы можете сказать, что он из себя представляет? Их учение? Я говорю, да. Это люди протестантского толка. Они признают святую Троицу. Но они не признают душу у человека. Не признают ад. Не признают вечное мучение. И дальше я говорю. У них большим авторитетом пользуется Елена Уай. Написаны ей вот такие-то книги. Большое дают значение здоровому образу жизни. В Америке адвентисты занимают первое место по, сколько они живут на земле, по долгожительству. Это не только образ жизни. Это спортивное занятие. Бабушки все занимаются. И они живут чуть ли на 10 лет больше, чем в среднем живут другие жители в том самом штате. И у них лучшие хирурги в этом направлении. У них очень высокий уровень. Они соблюдают субботу. Они чтят седьмой день. Заповеданный Господом. Что написано в 20 главе книги Исход. Теперь этого адвентиста, тот, который ведет это, организует, он спрашивает. Скажите, он правильно про вас сказал? Он говорит, да. Я дальше продолжаю. Они детей не крестят. И крестят только во взрослом состоянии. У них молятся своими словами на молитве. Они молятся вот так-то. Каждые два года пресс-фитера они меняют. Отправляют в другое место, чтобы не зажрался на этом месте, как у нас попы. Другой должен быть здесь. Дальше. Большую роль они отводят к миссионерству. Теперь он снова спрашивает. Скажите, он о вас правильно это говорит? Я говорю, да. А он этот адвентист говорит. Да, он о нас все правильно говорит, как адвентист. Я дальше начинаю говорить. Они очень любят соблюдать заповеди Божьи, как Моисей дал. Они свинину не едят. Конину не едят. У них кошерная пища, как у евреев. Я все, потому что я среди них жил. Он снова спрашивает. А там все так у вас и есть? Он говорит, да, это так, наше учение. Ну все. Теперь его спрашивают. Вы с кем беседуете? Я с православным. Какое учение? Ну православные, они вот так-то, от первых веков, тогда-то разделились. У них крестят детей, у них Божья Матерь, молятся ей каноны, соблюдают посты. Он все рассказывает. Он меня спрашивает, он правильно о вас говорит? Я говорю, правильно, как православный. Вот теперь давайте беседуйте. Чтобы мы не в пустоту били, а знали, с кем беседуем. Поэтому на той стороне сегодня должен быть человек, который знает московскую патриархию. И мы хотим сейчас провести эту беседу. Вы согласны послушать? Да. Вот мы сидим здесь, вот представьте, 10 человек, наши здесь на этой стороне, а вот со стороны слева это твои. Они будут только помогать молитвой ему. Ну, собрали группу, мы избрали, утвердили, хотя этого ничего нет. Ну, допустим, они пошли на это, съемка ведется, если не будет разрешена съемка, никакой группы не будет. Мы на это не пойдем, потому что все будет искажено, залгано и не пойдет. Ну, все они согласились, им главное надо затащить к себе. Я понимаю, к чему все идет. Теперь я первый вопрос задаю в этой группе. Скажите, а вы уполномочены принимать какие-то решения? Они говорят, нет, это только рекомендательный характер носят. Мы можем записать и рекомендовать, что у нас принято здесь, а уже после утверждения, тогда там будут в высших краях решать. Епископы между собой, патриарху доложат. Так, скажите, то, что вы принимаете сейчас рекомендации, это относится только к Барнаульской епархии или ко всем храмам в Алтайском крае? Они сразу в тупик станут. Если они мне этот вопрос зададут, я скажу, мы ограничены одной нашей общиной, поэтому принятое нами даже предварительное условие, оно распространяется мгновенно на всех. Так, мы людей знаем, нам не надо дальше идти куда-то, больше нигде нет этих общин. Потеряевская, это одна синхронная с нашей. Это понятно. Теперь, если они скажут, да, то, что будет принято, это на всю епархию, теперь скажите, но епархия-то не одна распространяется ли это на всю патриархию, то, что будет здесь принято? Они нет. Им никогда этот вопрос не решить. Почему? Потому что епископ Максим ничего не может в другой епархии решение принимать. Единовластный не может и патриарх решать. Это у них будет сенот, у них тоже руководящий орган есть. Тут затруднения будут только с их стороны. Теперь, ваш конечный результат, какой бы был, чтобы после этой беседы, когда мы примем, подпишем, все люди приняли, чтобы мы вошли в московскую патриархию и не стали здесь собираться. Я их знаю. Как протопоп Абахов говорит, СУ, тогда поговорка была СУ, СУ, я их пустосвятов знаю. Что они хотят? Они будут говорить, нет, да нет, просто тогда какой смысл собираться? Так, объединение. Объединение в какую сторону? Чтобы, ну, дружбу свою человек направляет так, чтобы друг был похож на него. Я вступление делаю. Вы хотите, чтобы мы были похожи на вас? А если мы будем такие, как есть, ну, у нас ничего общего не может быть. Мы совершенно другие. Вы даже еще не знаете, какие мы другие. Это мы с вами стоим здесь в храмах, молимся так, в храмах нельзя говорить. Но когда мы выйдем сейчас, мы другие. Мы сразу с людьми беседуем из храма выходящими, раздаем им о нашем сайте, о форуме. Мы людей приглашаем на занятия, у вас ничего нет, вы сразу на нас кидаетесь. Вам нужно под контроль. Слово благословение означает под полный контроль епископа. То есть это они ухватили от безбожной власти, от уполномоченных. И священник должен написать проповедь, понести к уполномоченному, он завизировал, теперь батюшка может в храме прочитать. При советской власти так было. А у нас-то ведь не так. Епископ и говорит, вы читаете проповеди, наш епископ, а Игнатий-то говорит без написанного. Меня контролировать-то нельзя. Сказали бы, ты сначала напиши, зачем мне это нужно. Я не знаю, что мне Бог положит. А ты уверен, что Бог? Абсолютно. Абсолютно. Если я на проповеди полчаса, то 20 часов я должен быть на молитве. Я знаю, как цифра умножается. Математика у меня не на последнем месте была. А вы этого понять не можете. И у меня состав на проповеди иногда отодвигается подальше. Еще отодвину. А внезапно возникает необходимость говорить только сегодня. Сейчас. Я этому научился у святого Иоанна Златоуста. Я слишком хорошо его знал, что я получил прозвище от него. Может быть, тысячекрат незаслуженным. Так вот. Вы хотите... Первый вопрос тебе задаю. Если, конечно, цель объединения, то кто с кем объединяется? Вы с нами или мы с вами? Если мы с вами, значит, мы должны принять все ваше и быть такие, как вы. Если вы с нами, вы должны принять все наше, как у нас есть наработки, и быть такие, как мы. Ответ. Прежде всего, речь идет не об объединении, таком, которое вы говорите, Игнатий Тихонович. Состоялось решение о каноническом общении. Во исполнении этого решения было принято об упразднении параллельной структуры зарубежной церкви на территории России. Была ликвидирована ишимско-сибирская епархия, епархия, которая была на территории европейской части России. Для более мягкого вливания общин зарубежной церкви, которые были на территории России, был установлен пятилетний срок. Фактически, уже решение о том, что общины будут в составе, бывшей общины зарубежной церкви на территории России, которые существовали, о том, что они войдут в состав местных епархий, решение уже такое принято. И вам нужно его просто принять. Это за пределами совещания, которые будут за рубежом. Его нужно просто принять. Ваш епископ Максим, который теперь, ой, епископе Евтихии, который был, окормлял вас, назначен сейчас векарным епископом у патриарха, фактически епископ Московской патриархии. Фактически епископ Московской патриархии. И на последнем собрании, когда мы встречались, он фактически уже передал общину, ваш крестовоздвиженскую общину, он фактически передал епископу Максиму. Поэтому речь идет не об каком-либо объединении, как вы говорите, а о том, что вы просто должны принять правила, которые установлены в Московской патриархии, в том числе в епархии Барнаульской и Алтайской. В первую очередь, вливание это есть объединение, никаких таких слов больше нет. Объединение может быть только со Христом, и на меньшее мы не согласны. Но если мы видим нарушение канонов, то вливаться некуда, вливаться как в какую-то клаку. Я делаю такое сравнение. Вот стоят еще не подцепленные к локомотиву два вагона. В одном вагоне ты подходишь, полный порядок, чистота, свободно люди молятся, разговаривают, поют духовные песни. В другом пьянство. Все в блевотине. Каждый заходит и выходит. Кого захочет за собой, тащит блуднюс туда. Предлагается, в какой ты вагон полезешь? Вот немножко сейчас этот вагон подцепится и пойдет по назначению. Пьяница полезет только туда, там нет, там нет, пьяности и бедерника. И перед ходом тебя здесь в этот вагон тщательно будут проверять, ты соответствуешь или нет, у тебя было ли неправильное крещение. У, да мне зачем, когда я здесь пойду? Мы знаем, что в этот вагон пойдут немногие люди. Притом ехать долго, это всю жизнь скажут ехать. И, конечно, станция будет одна. И там будет приемщик, который будет решать. Это мой вагон, а это я его знать не знал даже. В какой вагон я хочу сесть и с кем соединяться? Вот мы здесь теперь конкретно и скажем. А он фактически передал. Как передал? Передача имущества всегда составляет протокол. Я знаю даже старые шинели передать. Подписи, иногда за свидетелями. И материально ответственность кто-то несет. Как они нас фактически передали? Передали, ну пусть он командует, здесь приходит епископ. Нет, как мы поминали епископ, так и поминаем. Они могут сто раз эти фишки передвигать. Никто нас никуда не передал. И епископ Максим не претендует. Он свое не упустит. А сюда он и ноги не положит. Он все еще спрашивает, а можно ли приехать? А можно ли прийти? Даже потеряя... То есть они знают на другом уровне, что если мы скажем нет, значит нет. Они здесь не будут. Нас никто не передал никуда. Хотя они могут так и думать. И епископ, наш епископ. И мы его поминаем. Он никуда не ушел. Что будет 23 мая в этого года, 2012? 23? 17. 17. 17. 17. Ну вот 17 вопросов нет. А 18 мы как были, так и будем. А что они будут делать? А это была головная боль для них, а не для нас. Мы ничего не сделали, нигде не нарушили, нигде нет. Я когда уверовал, мне никто не говорил, будет вот такая здесь зоворуха, я не буду там объединяться, что-то передавать. Нигде этого не было. Это все они обклеивают наш вагон, который без пьяных, без посторонних-то. И они своими этикетками, афишками пытаются нас обклеить. Ну их ветер сдувает. Я спрашиваю, вы хотите, чтобы вот когда мы вольемся туда, чтобы мы были на вас похожи, или вы на нас? Вопрос остался тоже самый. Ладно, можно я воспользуюсь вашей же аллегорией про вагоны и про поезд? Есть несколько вагонов, в самом вагоне есть... Так они называются? Купированные? Нет, не купе, я имею в виду. А есть проводник, который помогает создавать в вагоне определенную обстановку. Но кроме вагона есть же еще и локомотив. Что есть? Есть еще и локомотив, который куда-то ведет эти вагоны. Я и говорю, потом поцепит. Да, он поцепит и поведет. Соответственно, в локомотиве есть тот, кто ведущий, тот, кто главный. Необходимо, вот как сложилось в православной церкви, длительный период времени. Есть патриарх, который управляет определенной территорией. Есть епархия. То есть территория разделена на части, на епархии. В каждой епархии есть разделение на благочиние. Вот она есть, вот он есть, Алтайский край. Это определенная епархия. Здесь не может быть два епископа. Здесь есть один епископ. Есть, я еще минуточку не закончил. Есть вагон, в нем ведущий. Можно использовать эту аллегорию, что это патриарх. В каждом вагоне есть еще определенный, начальник поезда есть. Короче, нас подцепили к поезду. Я поясню чуть-чуть. Я заранее сказал. Цель у нас одна. Цель. Это у нас одна конечная цель. А локомотивы будут у вагонов разные. Теперь добавляю, что за кадром мы уже догадались. Локомотивы разные. И пойдут они в одном направлении, а дальше много будет разветвлений. Но в конце они должны предстать перед последней белой полосой. И вот какой дойдет, и который там хозяин, приемщик признает своим. А будут прицеплены они не за один локомотив. Движущая сила это Дух Святой. Он надувает паруса, Ян Златоус говорит. Вот так. А сегодня ты сам должен решиться, где будет. Я снова спрашиваю. Вы хотите, чтобы мы в этот вагон залезли, или вы к нам перешли в этот вагон? Кто-нибудь спрашивает. Потому что там делается. Ну давайте просто в любой храм зайдем, который храм есть, и наша вот община-то. Ну сравнивать, надо или не надо. Сравнивать-то. Инатий Тихонович, речь опять же идет не о таком объединении, про которое вы говорите, как вы говорите. Речь идет только о том, чтобы общины, которые были здесь, подчиняясь зарубежной церкви, влились в состав московской патриархии. И скажем так, на сегодняшний день, пока мы беседуем, мы можем гарантировать вам, что вы можете так же собираться. У вас так же не будет отнят ни священник. Вы праве соблюдать все свои установленные правила. Напоминать. Вам необходимо упоминать патриарха. Почему вы не поминаете, если вы находитесь на этой территории, фактически находитесь в подчинении патриархов и, соответственно, местного епископа? По территории никогда не определяло священное писание. Определяло по вере. И сказать, что с сегодняшнего дня мы там будем, он не будет трогать, это только сегодня. Это люди, как в анекдоте рассказывают, проходят и, ну, открыто дверь там сидят, курят, гуляют. Он мужик, о, это как раз ко мне, только заходят его по затылку и в огонь, говорит, это агитпунт, говорит, агитпунт в ад. Там бесы показывают, курят, девки обнимаются, играют, пляшут. Он говорит, да как это же, это, говорит, агитпунт. И его через него пронесло сразу и сразу в огонь и в печь. Мы знаем, куда они тянут. И они ни за одно свое слово нигде не засыпятся. Завтра же. Вот как здесь было о съемке. Они сразу нарушают все, и батюшку уберут, а в один день разрушат все. Как так? Ты подчиняйся, все, как же можешь не подчиняться? Ни по какому другому статусу они нас не проведут. Сразу же мы такие, как они будут. Но отношение к нам не изменится, пока они полностью нас не перемелят, не пережуют, не переработают. Никогда. Я говорю, вот если у меня голуби породистые, а их выпустят сейчас, я вынесу сейчас в коробке и на элеватор. Через три года я ни одного не найду. А они в течение трех лет полностью ассимилируются, будут такие, как они. Допустим, там 20 голубей, я дал 20. Все 40 будут черномазые. А если их в черномазых ко мне привезти, и я их запру и буду кормить. Через три года все будут черномазые. Белых не будет. То черное поглощает всегда это. Если мы зайдем в тот вагон, они нас перемелят и такие, как они. В наш вагон просто они не войдут. Даже один человек не войдет, гриппозный, сифилитичный к нам не войдет. Мы его начнем лечить на подходе. Начнем заниматься. Вести о купеле крещения. А если этого нет, то нет. Цель вот это, это объединение или вливание. Вы хотите, чтобы мы были похожи на вас или вы на нас? Мы не претендуем изменить вас. Мы не хотим, чтобы вы, верно, не хотим навязать вам свои условия. Ну, необходимо лишь одно небольшое подчинение церковным правилам. Установленным церковным правилам. Алексей, это запрещено говорить. Запрещено говорить. Еще одно помещение, придется выйти в коридор. Мы трату вопрос поставим. Никакой обиды. Это абсолютно недопустимо. Никому нельзя говорить. Никому. Вы не избраны эту группу рабочую. Можете в кисленом виде только подать записку. Своему человеку. Еще непонятно, кому вы принадлежите. К московской патриархии или к РПЦЗ? Ну, по поводу РПЦЗ, я еще раз хочу сказать, что общины фактически переданы. То есть, истекает пятилетний промежуточный срок для вливания бывших общин зарубежной церкви, которая на территории России, в состав московской патриархии. Не может быть параллельного существования на одной территории нескольких юрисдикций, которые признают друг друга. Может быть. В Америке там и московский патриархат, и каких только нет, и греческие, и РПЦЗ в одном городе. Это неправда. Нет, речь идет об одной церкви. В одной церкви не может быть параллельных существований. И вот сейчас есть, которые признают в Австралии, которые патриарха поминают и не поминают, а также в РПЦЗ под Иларионом. Тоже неправда. Нет, вопрос поминания, не поминания, но... Ну то они под это. То есть главная задача, чтобы мы отдали свою свободу им. Свободу легко отдавать, я знаю когда, когда взамен обещают что-то большее. А большее священник обещать может только рай. Ты ничего не соблюдай, но батюшке только покоряйся, батюшка благослови, батюшка благослови. И вот мы-то на это не пойдем, нам это не надо. Я не верю в благословение вопреки Слову Божию. Это есть пагуба. И вот он теперь, епископ здесь, Максим, как раз и говорил, надо благословение на проповедь, благословение... Да, это тоже одно из существенных условий, которые необходимо разобрать на рабочей группе. Во-первых, проповедь проповедуете вы? Опять же, я уже в начале разговора сказал, что есть епархия, епархия поделена на благочиние. В каждом благочиние есть свой старший священник. На чем он действует? Он картошку раздает или благодать? На проповедь. Вот он руководит и должен знать, что происходит на его территории. Ему не надо это знать, потому что он мертвец. И где бы мы ни были, он первым делом знает для одной цели, только что вызвать милец и скрутить на руки. Мы их знаем всех, и он измениться не может. Барс не может пятна изменить, и в его коже свою. Допустим, мы с вами договорились, завтра мы выезжаем в Павловск, священник другой будет? Никак он не может быть другим-то. Вы должны полностью переформатировать, как выражается, с языком патриархи Кирилла. Сознание всех людей, а это невозможно. Это абсолютно невозможно. Даже в своем, в одном храме, в Никольском, Покровском. Никак. Они понимают, что мы абсолютный народный элемент православия. Православие, у меня даже православный и библейский сайт. Это все как православные и библейские. Это несовместимые слова. А если совмещаются, совмещаются они только там, где душа пробудилась. Вот у нас сейчас, возьми, великодержавники. Мы за православие, но мы против христианства. Это все плоды московской патриархии. И они их одобряют, все эти рокеры, все патриархи благословляют. Все блудодейство туда сгрудилось. Это теперь на Олимпиаду поехали сначала к патриарху, и все продулись, а все проиграли. И благословение значит что-то. Ничего оно не значит в этом вопросе. Благословение только там может быть, где Бог благословил. А священнику Бог дает власть благословлять, чтобы я зримо это видел. А если нет этого, если этого ничего, тогда и нет. Так для чего нам нужно это, чтобы гревать? Знаете, вот вы как раз перешли в своем окончании вашего выступления. Мы затронули еще один момент, который опять же необходимо обсудить на нашей рабочей группе. Вы непрестанно обличаете Матерь Церкви. В том числе и перед неверующими. Зачем вы фактически обличаете Матерь Церкви? Я руководствуюсь здесь тем, что если кто Духа Христового не имеет, тот и не Его. И потом моя забота, самое главное, быть сосудом Духа Божия. И прежде чем что-то говорить, я время провожу в другом месте. У меня есть такой инструмент, лестовка и колени. И оттуда я узнаю, что Бог мне положил на сердце, что Библию называет Святой Библией, Священное Писание. А там написано 3.18. Если ты видел беззаконника и не обличал, он погибнет. А его кровь я взыщу с тебя. Но если ты его обличал, а он не послушал, он погибнет, но ты спас свою душу. Там написано, кого обличать? Священника, мать. Слово сказать, патриархия нам никогда не была матерью. Она не является матерью даже тех, кто ходит. Мать и отец там, где рождаются, а рождение от Слова Божия. Они никого не родят. И тех, которых они показывают этим лжекрещением, мочением по голове, ладошкой, это все абортированное. Что абортированное? Выкидыш. И поэтому у них купели человек не возрождается, а удушается. Вопреки всех канонам церкви, они сегодня везде это безобразничают. Как соглашаться с этим нечестием? Обличает. Как я так думаю о матери, я вижу, священник не крестит, обманывает. А какой матери я могу думать, когда вы видите, что передо мной стоит лютый волк? А Господь сказал через апостола Павла, из вас восстанут лютые волки, которые будут говорить превратно. И цель – улечь за собой, жить от этого. Именно они, эти волки. Но зачем вы все это выносите на посторонних? На посторонних? Повторяю. Сразу отвечаю. Для московской патриархии посторонних нет, и это слово ликвидируется. У них кто бы не пришел, лишь бы он был моченый, хотя бы один раз зашел в храм, и он может завтра причаститься или сегодня даже. Посторонних-то никого нет. Но вы же фактически извращаете людей. Теперь, Сыпенникова, я этот материал из «Тьмы язычества», вот она показывает, в 5 лет она проводит исследования, 100 групп, 3000 студентов АГТУ, 0,99, 0,3% только из лжекрещенных ходят, из 300 один в храм ходит. А остальные считают церковь, стяжательность, да выходит перед этими людьми, 300 я могу говорить или нет? Это не посторонние, это крещеные, это полнота церковная, капрановская. Они не знают, они запутали слова. Я могу сказать, вот это вот, люди крещеные, здесь некрещенных ни одного нету, которые прошли испытательный срок, катехизацию, приняты, идут на исповедь. У нас нет ни одного, кто нарушает посты, ни одного нету. Ни одного курящего нету, ни одного, чтобы бороды брили, у нас ни одного нету. У них сплошным потоком, пульпа эта, жижа, через порог хлещет. Кто посторонний? Перед кем я должен говорить? Одного на 300 человек найти, ему только сказать. А те, которые считаются православными, как они называют, все это православные, я не должен говорить. То есть они их губят. А Иоанн Латаус говорит, если одна душа по твоей небрежности погибнет, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А я должен теперь молчать. Господь говорит, не молодушиствуй, чтобы я не поразил тебя, Иеремия говорит. Я обязан говорить это патриарху. Я это и написал, как вы за все отвечать будете. Если я это сказал патриарху, епископам всем послал, то, наверное, остальные это должны услышать и священники. А приняли? Единицы. Так что, ни о какой матери, во-первых, речи нет, это надуманные слова. А во-вторых, нигде не сказано выборочно. Я если перед людьми говорю, а я выступаю, то где собирать, кто придет, где мы проповедуем, благовествуем. Так, верующие, я вам скажу потихоньку, что вы не верующие. А которые не верующие, подождите там, я могу сказать, а вы можете стать верующими. Я не могу так проповедовать. И когда апостолы шли, они проповедовали перед всеми. Иоанн Златоус, когда говорит в храме, говорит, я не вижу людей. Я вижу стадо лошадей, которые языками своими принесли кучу навоза сюда. А зачем перед всем миром блаженный Иероним написал о нравственности священства? За эту книгу отвернулись от него все верующие свои. Теперь кто отвернулся, кто поносил, никого мы не знаем. А его имя известно всем. Я подражаю и ему, и Златоусту. Не выборочно. Грех делали открытый, и бояться этого не надо. О чем я говорю? Главное, о чем говорю? О том, не то, что священник пьяный, или блудник какой-то, ворюга. Я не говорю этого. Я говорю о том, что священники не верующие. Они нарушители законов, канонов. Я обязан это сказать, потому что люди, стоящие здесь, теперь со мной в одном храме, молятся. Как я могу им не сказать? Меня вы можете упрекать в другом. Почему ты вчера не пришел, не сказала сегодня? Только один вопрос. Потому что Бог будет судить нас по своему слову. Я смотрю, не просто люди обманутые от церкви, они в ад идут. И умерли некрещенными. Это для меня непрестанная печаль. Вы к чему нас подбиваете? Скажите теперь вы. Как я могу не говорить, когда меня Бог на это побуждает согласно Слову Своему? И кто кому будет подражать теперь, я вам или вы мне? Можно я закончу? Давай. У меня не хватит сил. Никому не хватит? Даже вот здесь дворкин сидит, вот здесь рядом с тобой. Я имею в виду говорить так, как они и вести себя так. Ну да. А они будут знать говорить. Они ничего не скажут. Я спрошу, скажите, вы ставите священников до 30 лет. Они скажут 100% почти. А на каком основании? Когда это 14-15 правила 6-го Севернского собора. Его кто-то отменял? Не отменял. А почему не делать 17-летний игумен у вас? Вы же понимаете. У вас нарушается 57% правил канонических. Я с этим соединяться должен. Чтобы это все выявить, когда я был в Жорданвиле, в семинаре, и сказал, в каком соборе какие правила нарушаются. Они у меня в интернете выставлены. Они мне сказали, немедленно дайте нам этот материал. Я 3 года потратил на него. Я не просто находил беду, а я узнал, как ее выправить. И как избавиться от этого. И когда меня спрашивают, а что у вас не нарушается? Я говорю, ни одного правила. А если мы узнаем, мы немедленно начнем заниматься этим. 2-3 воскресных дня не было на богослужении. Человек отлучается. Видите, как мы о них заботимся? А они думают, да они никого не видят. Верно сказано, создали колесное христианство. Сначала привезут его в коляске покрестить. То есть лоб помощить. Второе. Приедет на лимузине повенщаться. И третий раз на катапалке похоронить. Все. Это не прихожане, а прохожане. И куда вы нас зовете? Ну ладно, ты уже не можешь. Я просто обращаюсь уже. Он там сидит епископ. Прямо напротив меня. Я ему говорю, владыка Никита. И затихнулся. Прежде всего нужно назначить арбитры. По времени. У вас регламент не был установлен. Не был. Мы стали ему говорить. Он был ограничен. Да, конечно. Пожалуйста, говори. Ну теперь уже все. А куда? Он переполненный сосуд. Давайте слышим. Говори. Так скажут. Все понятно. Так, по регламенту я сказал больше. Почему? Потому что там ничего нет. Я это знаю. И сидят настоящие патриархиены, они ничего не скажут. Он может только сказать так. Я враг нарушал и буду нарушать. Он больше ничего не может сказать. Он не может сказать, что он не нарушает. Златоуз говорит, тело мое лучше отдам псам, собакам, нежели тело Христово недостойно прищищающимся. Он никого не знает. Эпитимью отменили. Без эти пимии, говорит Иоанн Златоуз, гибнет. И кто прищищает, и кого прищищают. Они нас зовут в ад. Я меньше и по-другому не могу понимать. И с этим, согласитесь, я не могу. Поэтому они должны принять наш опыт. И они внутренне это понимают. Я скажу, они понимают. Они фотографируют наши уставы. А потом проходит год. Я говорю, что-нибудь ты сделал? Он говорит, нет, ничего не мог. Не мог. Я говорю, ты можешь сделать, чтобы торговли не было? Самое простенькое. Он даже этого не может. А как же жить святая Десятина? Лучку еще. Считай, кто передал? Помощь пришла. Возвращай. Регламент. Вопрос от Московской Патриархии. В мае и июне 2012 года стекает срок пятилетнего объединения. Ваш епископ Евтихий уже в МП. Вопрос. В июле 2012 года где вы будете, где ваши две общины? Так, ответ. Не знаю. Кому будет подчиняться отец Реги? Так, ответ. Не знаю. Я знаю только одно, что выходов несколько, и мы уже прорабатываем это. Во-первых, напрямую с Алирионом. Дальше. Провозгласить нас по дворям, по ЦЗ, то есть как угодно. Но просто так вот. Но мы никуда не идем, они нас бросили, и епископ ушел. Такого в мировой истории пока еще не было. Это будет единственный случай. Как государство, чтобы сами правители разлагали армию, и все, чтобы государство распалось. Такого еще не было президента. Это впервые. За исключением одного. То, что Владыка сказал на том собрании, когда было. Так, что говорил? Я, говорит, мучился. С этой общиной терпелых. Да. Теперь, Владыка Максим, я передаю их вам, и теперь терпите вы. Так, с такой характеристикой какое к нам отношение? А я скажу, вот здесь сидели 2002 год. Сорокалетие, как я уверовал было. И сидит епископ Ивтихий. Я его поблагодарил. Поблагодарил от всего сердца. И сказал, Владыка, мы более всего вам благодарны, что за время, когда мы находимся с вами, вы нас не сожрали. Вы не уничтожили нас. Это ваша самая большая заслуга. Я ему это сказал в глаза. Кто был, те знают. Здесь стоял, некоторые поморщились. Но я сказал так, как я понимаю. Действительно, он терпел. Почему? Это он должен отвечать за него, я отвечать не буду. Но он сказал, и многое, что мне говорили, давили, под давлением Игнатия, я пересмотрел, и теперь у себя вводим. Там, на русском языке, там, о крещении. Он кое-что перечислил. Он больше взял. И его, да благословит Господь за его терпение, что он нас терпел. А терпел почему? Даже он, который был тогда категорически против объединения, он не был целиком с нами. Поэтому наша община, когда в интернете говорят, мы впервые встречаем, чтобы в православии были люди неправославные. То есть понятие всех, что мы неправославные. И нам не надо спорить. Когда люди за оригинал берут не то православие, которое создали соборы святые, а то, которое сегодня есть. Да, мы неправославные, по их пониманию. Но мы есть самая суть православная, в самой основе. Мы признаем Святую Троицу, признаем каноничность и иерархии, таинство, богослужение, неизменно. Где мы будем, не знаем. Мы не знаем, где я буду сегодня вечером лежать в гробу или на крыше голубей гонять. Я не знаю. И поэтому полностью доверяюсь Богу. Я каждый день прошу у Бога, Господи, усмотри, а нас здесь что лучшее, где мы будем. Я прошу священника еще, мы давно согласились молиться, и добавляю, если тебе угодно. Нам нужно место для занятия. Теперь-то уже не Коршунов там. Но да будет воля твоя, угодно тебе или нет. А что вы точно знаете? Я абсолютно точно знаю, что я умру. И пристану на суд Божий. А вот где я буду там? Будет только по слову Божий суд. И поэтому моя задача просить всех, когда говорят, вы не признаете молитву за умерших, это абсолютная ложь. Я прошу за меня помолиться, почитать псалтырь. Все, что можно сделать. Я даже сихотворение написал, бейте прицельно из псалтырь из тысячи ружей, чтобы промелькнуть этим мутарством. Конечно, если бы я умер за Христа, как отец Данила Сысоев, то он им это оставил. Тут уж я бы вас не оставил, каждый день за вас молился. Но так неизвестно. Неизвестно. А что в отношении книг будет пересмотр, и будет у них другой статус, об этом я не хочу сомневаться даже. Пройдет короткое время, и они будут совсем по-другому. Вот на прошлой неделе только я послал шесть экземпляров симфонии, на неканонические книги. Это самая невостребованная у меня книга. И вдруг на ней встал вопрос православного, собирается Татарстане, и говорит, канонические книги нам известны, симфонии есть, и услышали по интернету, что у меня есть симфония. Я отвечаю, самое лучшее в мире за всю ее историю. Все, что у меня есть, это самое лучшее. На меньшее я не согласен. А я не согласен. Выходи. Тебя хватит только на пять минут. Лучше нашего издать толкование нового завета никто не издавал. И не издать. Я скажу, и не издать. Издать только от нас скопировать можем. Чтобы такие иллюстрации были, такая раскраска, такое выделение нужных мест, такие комментарии 297. Это невозможно. Это заложено все, весь опыт церкви. Они этого не знают. Наши книги живые. Ну а на книге они постигнуты, если там какое-то объединение. Первым условием поставить книги убрать, интернет убрать, стелеть. Они не терпят обличения. У меня сплошь обличения. Сплошь. И патриарху, и всем. Почему? А я знаю, что такое пророчество. И придет время, как сказали, и тогда знаете, был среди вас пророк. А я говорю, а вы знаете, среди вас не было пророка, и я не пророк. Но я нес пророческое слово, которое дали святые отцы. Я к нему не добавлял ничего, кроме того, что Господь сказал. И поэтому, ну, конечно, брат долго терпел и говорил. Тоже у нас терпел, такие мои выпады. Но когда будут сидеть настоящие здесь, у нас будет по шахматным часам. Но если они скажут, у нас ничего нет, мы заранее в регламенте напишем. Если у тебя ничего нет, другого ты не ограничиваешь. Не так, что я в ответ сказал 3 минуты, ну и ты потому что, нет, ты говори. Тогда первый ты говори. А если ты сказал, и выдохся, все, я когда кончил, все сказал, я сказал, теперь ты говори. У меня тоже предел есть. Не так, что я говорильный, не останавливаюсь. Это не меленка на ветру. Самое основное я выразил. А они скажут другое, они ничего другого не скажут. Они не скажут даже, на кого мы должны быть похожи. На них мы, или они на нас. Кто с кем объединяться должен? Они на этот вопрос даже не ответят. А поэтому какое-то может быть объединение. Теперь давайте мы туда растворимся, чернотой покроемся. Для того быть не может. Что за эту неделю я узнал? Вот у меня новая. Вы знаете, я приносил вам книгу сюда, показывал «Возвращение домой» Питера Гилквиста. Поднимите руку, кто читал? О, смотрите, как много. Это одна баптистская община. Даже не одна там может быть. 2000 человек из баптисток сразу пришли в православие. Это такая книга, и они священниками стали. 60 человек сразу руку полагали. Диаконы и священники. И вчера, вернее позавчера, я впервые их увидел, ролик поставили. Их опросили, тех, которые были, как они искали, как находили, как принимали крещение, теперь в каком положении. И дети рождаются уже там, где иконы. И как это нам, говорят, трудно было. Они пошли самым правильным путем, как отец Геннадий Фаст, Генрих бывший. Вот они, это активная такая группа была в разных странах. И они говорят, ну, студенты, но мы все время ощущали неполноту. Вот эту неполноту твой муж, он не может не ощущать. А он и не ощущает. Он считает, я баптист, и все, я проповедую. Я говорю, ты сам подумай, церковь-то никогда такой не была, как вы. А зачем мне там, где двое или трое, там и я посреди них. Да нет такого. Двое, трое, это выпивает на вокзале сидит. На троих сообразим. Где двое или трое собраны во имя Его, собраны Духом Святым, во имя Христа по слову Его, вот там Христос. А так могут сказать иеговисты, могут сказать адвентисты, могут баптисты, кто угодно сказать. А вы уверены, что вы собраны именно так, как говорится Христос? Немало не стремневаюсь и докажу. А сколько требуется? Пять минут. Я еще раз говорю, что пять минут это много времени. И меня на капитале, когда я выступаю на конгрессах, там на разных колоквимах, приглашают где. То я за пять минут, всем дают по пятнадцать, десять, мне только пять. Притом везде они одинаковые, друг друга уже предупреждают, ему тут хватит пять. Я за пять минут выложу все. И которые говорили по полчаса, их не будет. Самое главное в немногих словах. Мы желаем быть со Христом по Слову Божию, по Библии. Все, я сел. А теперь решайте, что у вас по Слову Божию? Я самый простой вопрос ставлю. Скажите, вы торговлю можете убрать? Чтобы ее не было ни во дворе в церковном нигде? Ни в храме? Никогда? Но из храмов уже убрано. Во многих храмах Куда она делась? Храма, торговля убрана, вынесена на... Да, на те теории. Написано, в церковной ограде чтобы не было. Канон. В церковной ограде не было. В церковной ограде чтобы не было. И Христос, когда изгонял животных, это не в храме. Это то, что в стенах храмовой территории было. Не надо думать, чтобы в храме там быки стояли, оправлялись. А здесь внутри идет торговля. Так, а у нас же не быки. Да быка хрест шла Христом. А о свечках вообще нигде нет Библии еще. Это все выдумка. Нигде и никак они не могут выполнить этого. Почему? Сначала нужно ввести святую десятину. Пока десятины нету божественной, тогда ничего нельзя сделать. А почему? Потому что Бог установил одно, это отверг, выпорвал, выгнал их оттуда. И выбросил, а прокинул все эти пеняжники, написано, денежные. Тут неразменное какое-то отделение, валюту менять. Здесь храм Божий. И Бог этот дом называет домом молитвы. А вы сделали. И пока Он не выбросит все, там нет дома молитвы, там вертеп разбойников. Христос говорит, дом мой, дом молитвы, дом молитвы, только для молитвы. А вы его сделали, вы везде сделали храмы. Куда бы мы ни зашли. Второе. Вы можете, спрашиваю, сделать так, так, чтобы люди, уверовавшие во Христа, были членами церкви, были в общине. Чтобы они нигде два-три воскресных дня не пропустили. Вы можете это сделать? Ну, у нас же есть постоянные прикажания. Можете не говорить, никогда не сделайте. Теперь, можете вы предложить народу, когда вы, что семикратно в день прославляю тебя, за суды правды поверьте. Я обработал материал, не пропуская ни одной буквы, Хаджи Мурат, Льва Толстого. И выставил на форум. Я сегодня брату Владимиру, он и считает, я показал, что я сделал примерно 18-20 операций, пока его довел до нужной кондиции, считается, жирным, выделил красными местами и вставил на интернет. Готовый уже. Но самое главное было написать. А Льв бы это не написал, если бы не воевал на Кавказе в середине 19-го века. Значит, я только всего лишь готовый материал обработать. Я должен был 20 операций и несколько дней провел за одним Хаджи Муратом. А мы даем в оригинале любое предложение, какое я говорю. Мы это опробировали, узнали. Церковь может существовать без торговли. Я их спрашиваю, вы можете сделать вещи восковые? Чтобы там не было царазины и всякой пахости. Все отвечают, никогда. Что пришлет в оригинале, то и будем продавать. Дальше. Вы можете сделать, и дальше я вам буду говорить, чтобы у вас священники и прихожане не брили бороды. Ты можешь заранее сказать, никогда. А у Хаджи Мурата написано там, как они вели себя. Вот он пришел первый раз к Воронцову, он сдался русским, и вот он беседует с ним, потом говорит, пришло время, мне нужно молиться. Я эти места все выделил, зайдите на форум. Теперь где-то он пришел, и мы выделили комнату, и написано, он долго беседал, время уже вечерней молитвы, он прекратил, Шамиль, зашел в другую комнату, омовение сделал, встал на молитву, пришел, вместе со всеми еще помолился. Не надо думать, что Лев Толстой не знал обстановки. Он очень хорошо их знал. Это был человек углубленной мысли. Я говорю конкретно по этому рассказу Хаджи-Мурат, или казаки. Он знал, о чем писал. Я уж не говорю там где-то отрицательное, о царе он пишет, и прочее. Я говорю только о мусульманах. Мы можем быть не ниже мусульман? Они, говорят, пять раз в день совершают намаз. Там о намазе. Написано, я красным выделил. Никогда. А сколько человек было? Ну, сколько у него было, они все вояки. С ним было пять человек. Все становятся на времена на намаз. А было такое, чтобы он встал на молитву, а другие пошли. Ни одного случая этого не было. Никто этого не знает. А у Шамиля одновременно пять тысяч. И пять тысяч пять раз в день становятся на молитву. Да никогда у нас этого не может быть. Мы это сделать можем. Мы можем. Но на дороге, на основе даже здесь мы и то спотыкаемся. Псалтырное чтение назначили. Они не могут. Они могут их и деньги заплатить, посчитать и псалтырь. А у нас без денег вся община молилась за нашу дорогую сестру Пелагею. И куда они нас зовут? Куда могут звать? Вот в эту пульпу, которая через порог хлещет. Куда вы нас зовете? А руководство, территория, не могут параллельно... Все выдуманные слова. Нигде этих слов в Библии нет. Ни параллельные структуры. Ничего этого нет. В одном городе было по несколько епископов. В одном городе. А потом уже канон пришел в одном городе. Сейчас они делят епархию. До этого нельзя было, а сейчас делят. До этого сидел депутат Петерим, Боже был, а потом решают. А теперь депутат им нельзя. Глеб Якунь не подчинился, его отлучили. Они эти законы налево-направо меняют, как говорят, блудник перчатки. Ну и что? То, что они сегодня скажут, никакого значения не имеет. У меня фотография. На фотографии стоит Коршунов, стоит рядом Баварин, и епископ Антони. Улыбаются, довольны, и он им все эти железки повесил ордена. Они подписали акт о сотрудничестве. Работает так? Да, конечно, нет. Новый мир сказал, а я, говорит, мэр, я не подписывал. А другие говорят, да дума-то наша, тут не подписала это. А в епархию пришел, а Антоний тот умер, а этот, говорит, я сейчас отвечаю за Антония. Эти даже подписи, даже официально напечатано, это выбросить или в любое место употребить. Никакой роли не играет. Имеет только то, что в душу дух Божий заложен. Тогда каждый будет за это бороться. Ну как? Приготовьтесь. Будет рабочая группа, и вы примерно будете знать, как это будет идти. Они ничего не понимают. Мы за объединение. За объединение, где как ты во мне, отец, и я в тебе, так они доводят едины. Вот на меньшее я не согласен. Как ты, отец, во мне, и я в тебе, а не так, как они с патриархом, а патриарх неизвестно с кем? С властями. К слову сказать, я вчера говорил, для вас скажу, в интернете появился материал о том, как священники всегда говорят, нос держат и заднее место по ветру. И вдруг патриарх выступает и к властям обращается, что ну надо как-то конфликты разрешать, ну нельзя так пренебрегать. Это означает, церковь почувствовала, что эта власть должна пасть. Это как первые крысы с корабля бегут, что он тонет. Если священники уже от власти отгребаются, а они со всякой власти это одно, это означает, власть отжила свое. Определитель того, что власти кранты, капец пришел, определяет по священникам и говорит, кранты им. Даже попы от них бегут. Вот и все. Так это выстрелено на весь мир. А мы никуда не бежим. Они говорили, голосовать надо, надо молиться. Я голос отдал за Христа. А чтобы поверить в это, надо посмотреть святую Библию. У меня на этой неделе была неприятность большая. Для меня она большая, а для вас никакая. Я решил скачать для ребят материал Льва Толстого и Ильяс. Рассказ. Страниц 80. Ну, я знаю, как делать. Нашел, скачал. Но на сжатом виде. А теперь, когда перекачал себе, надо раскрыть, разархивировать. Когда я это сказал открыть, и вдруг на весь экран угроза красным схлопнуло что-то. Сам на перегрузку пошло у меня. Все разлетелось. Как будто я включаю, сайт не работает, форум не работает, мейл-лур не работает. Ничто мое не работает. Живой журнал не работает. Я открываю все, что у меня есть. Все. Я побился бесполезно. Тысяча цифр на экране. Это было в 8 примерно вечера. Я Вите позвонил Петеримову. Витя вошел, он берет на себя управление. И из дома он руководит моим компьютером. В пол первого только закончил. Меня ввели, и вот сегодня, ну, я не знаю, за один час, десять раз требуется меня, чтобы я сменил пароль. И в конце вирус. Алексей, не уходите, спасите меня. Я хотя могу сейчас входить, на форуме работаю. Для меня это большая потеря, конечно. То есть несколько сот человек ежедневно питается у нас. Сот. Для маленькой общины это большая цифра. Когда мы к двум съездили, к четырем, мы то говорим, о, съездили наши. А у меня духовную пищу берут. Я какие слышу возгласы. Почему я раньше не знал про этот форум-сайт? Это сокровища на всю жизнь хватит. Везде там такая болтовня идет. У вас никакого спора-то нет, никакого. Ну, есть недостатки. Что вы разрешаете, говорит, баптистам, всем здесь, как дома, они у вас хозяйничают. Такие ереси пишут, и вы их не устраняете. Я не устраняю, пока он не хурит Бога, Святую Библию и Церковь. Вот три момента, которые требуют более пристального внимания к этим людям. Вопросы? Вопросов нет. Надо сказать, что брат Севастьян достаточно хорошо справился со своей ролью. Я скажу, что нам больше не хватит. И когда мы будем здесь, у нас будут стоять часы, как шахматные. Начало говорить, а другие будут записывать. Прежде всего, о регламенте нужно будет. Будет. Но я знаю, он больше на это еще не ответит. Нужно было изложить главное. По нашим проблемам, нехорошее слово. Нерешенным вопросом. Нерешенным вопросом, да. Вопрос такой. Сестра Настя, она, необходимо ей обследоваться у врачей, а для того нужно время ей, чтобы поэтому, сестры, помогите, поговорите с ней, чтобы помочь ей с детьми, остаться, побыть, и нужно ей время, и нужные деньги тоже, для того, чтобы обследоваться в дирекватическом центре. Вот, посмотри, видно, нет? Это дети священника, которым ездили. Видно? Еще, кстати, к этому можно сказать. Вот этот священник. Дети говорят, где мы только не жили. В Барнауле, в Белоярске, в Рудцовке, в Быково вот сейчас. Ну, в общем, много-много мест. И построить церковь, вот в Белоярске, он построил церковь, отец Сергий, а отец Михаил погибл, сразу его, это, съел, да, вот, это сколько мест сменил, а мы отца Павла знаем, только начал все правильно делать, за штат. Так где наш епископ окажется? Вот это надо тоже им. А там мама, вот эта старушка-то наша, она говорит, вы не знаете, какая там мафия. И где наш этот Сергий, где окажется после, ну вот мало ли, он нетрудоспособный окажется. Где он будет? Кто его, в общем-то, дети, кто его обеспечит как-то, или... Ничего нет. Ни пенсии, ничего. Поэтому действительно нам куда? Нет, она просто дополняет, говорит, что мать священника этого, говорит, что называет эту церковную структуру мафией. Ну она больше знает, чем мать, потому что там священник. Когда у меня были моменты такие, меня арестовывали, то выступал на моей стороне Бурдин, дьякон, Сергий Сергий, а отец у него благочинный, Красноярского края, Александр Бурдин. И он говорит, ваше благо, что Игнатий не священник, он берет только верхушку, что видит, а не то, что я, дьякон, вижу заблеванные престолы. Полтора-два ведра окурков из лотаря только выносят. И ваше благо, что он не знает там этой кухни, что вы там делаете. Это нас туда зовут? Закрыто. Так, у меня вот нашелся старый альбом, он не очень хороший, дореволюционный, для фотографии. Тут чуть-чуть только его подправить, он вполне еще хороший будет. Можешь посмотреть? Так, извини, пожалуйста, вот, посмотри, вот, как она вставляет фотографии, я фотографии тут взял, тут койки остались. Это дореволюционные, как делали. Еще хотел показать, смотрите, вот, раньше было так, я, вот, дорогой брат, друг Игнатий, поздравляем вас с прожитым четвертью века, это 25 лет мне было. Желаем крепких сил и вдохновения для разумного служения. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви. 1 Тимофея 4,12. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Откровение 2,10. Друзья во Христе, 10 июня, 64 года, Пенза. То есть, ясное дело, что православные не напишут места писания. Это баптисты подарили мне. Ну, хороший, большой, ну, что с ним делать? Дальше-то я не знаю. А тут, оказывается, прорези, где-то Илья делал, фотографии вставляют. Тогда я переписываю псалты, крупно, Псалон 118. Ты с него начал. Видите как? И дальше вот я и переписываю. Это вы сами. Я сам рукой переписывал. Хочешь, подарю на память? Нет, у вас такой почерк, а тут такой красивый. Ну, я считаю, кто-то, может быть, возьмет. Возьми кто? Для памяти, это для архива, кому надо будет. Здесь для воскресной школы мы можем проникать. Так, смотрите, я переписываю. Мне нужно переписать крупно. А я видел только тогда, когда солнечный луч попадал, ну, допустим, на час в камеру через жалюзи. И в это время я старался писать. И я псалтырь, бумаги мне достал, со мной силер сидел, там утащил где-то, обрезал. И я переписал полностью все 150 псалмов печатными буквами. В армии служит отец Аким тогда. Служил тогда. А посылаю я ему открытки. А на нее наклеиваю разные листики. Открытка и к ней несколько. И я ему переписал печатными буквами, тушью, весь псалтырь. Я сколько раз уже назвал? Учитывая, что несколько раз я псалтырь отдельно насчитывал, в Библии, когда Библию дважды насчитывал. Вот и все, откуда знание? У тебя память? Да пробило уже тут ямку-то. А ну только псалтырь-то сколько я раз уже прочитал и запереписал. Вы работаете. И я делал это не потому, что это где-то необходимость. Это мне надо было. Лично мне. Вот я теперь вам показываю это дело. Я то, которая в тюрьме была, тоже привез. Она у меня дома. Сидели. А кто-то переписывал? Да никто не переписывал. Когда сидел, сидел отец Греб Якунин, Зоя Крахмальник, а я встретился с этими диссидентами. Кто сидел? Ни у кого этого не было. Я переписал, пишу Новый Завет, молитва слов полностью. Какие богослужебные случайно приносили, я все старался крупно переписать, и чтобы у меня была возможность потом дать другим. Даже в тюрьме можно найти себе такое занятие, что ты день и ночь будешь заняты. Тем более сегодня здесь. Вы находите себе работу. Сегодня опять будут занятия. Не спешите уходить. У нас занятия идут каждое воскресенье. Сейчас некоторые собрали, сразу ушли. Оставайтесь. Можно? Давай. Я вот тоже прописал ты. Мы поем в церкви в самом-самом конце службы. А где туда? Там, где. Вот благословлю Господа на всякое время. Помните, да? Да. Да. И там все время, ну вот в славянском варианте, мы же славянский поем, там говорится о том, что удержи язык твой от зла и усни твое. И еженеглаголы тельсти. Помните? Но весь храм поет. Удержи язык свой от зла, а усни твои. Вот то есть всегда наоборот. У нас на клиросе даже в предыдущем варианте было подчеркнуто, что твои. Но мы всех перекричать не можем. Все равно весь храм поет свои. Все поют свои. Твой от зла и усни твои. Я открыла русский вариант этого псалма. Там везде, во всем, когда переводили, остановились именно на варианте свой. И везде свой идет. А в славянском твой. И все поют разнообразно. Я не знаю, насколько это важно, но вот как вот с одной стороны твои, с другой свои поют. Ты права. Поэтому русский перевод один из самых лучших в мире. И никогда не думайте, когда находятся люди и говорят, русский перевод устаревший, иногда новые переводы. Они говорят, потому что ни одного стиха наизусть не знаете с синодальным переводом. Синодальный перевод это один из самых лучших в мире переводов. И второй момент я хотела сказать. У нас детей, вот смотрите, четыре Галиных, четыре Настяных, трое моих, плюс Ника, плюс маленьких уже. Сейчас надо будет приучать вот к Елине, там города 2 будет. Ставить, чтобы они видели, особенно когда батюшка в воскресенье, чтобы они видели алтарь, открывается, правильно? Не сзади же им стоять. Пока на руках-то им видно. Вот посчитайте, сколько детей. Вот даже сегодня, с учетом, что у нас четверо болеют, было детей, что они уже стоят в три ряда. Место, вот Галина Ивановна, мы заходим, Галина Ивановна сразу раз, шаг назад, и ушла. Но входит только трое детей. Еще трое вторым рядом, и у нас уже пошли третьим рядом. Потому что здесь стоит брат Севастеян перед иконой Богородицы, перед иконой Христа уже стоит брат Игорь, ой, этот, Сергей, стоит Василий, Володя. Все. Для детей оставили вот столько. Представьте, 15 детей, как я их туда поставлю. Начинаешь, ну, как бы, вот намекать, что надо бы, чтобы братья-то ушли, а они не с места. То есть, один, пусть Володя стоит самый крайний возле выключателя, он за выключатель там отвечает, пусть он один стоит, ему показывает, когда кланится. Остальные, ну, сделайте пол шага назад. Так, все. Значит, в этом вопросе у нас, она главная, и кого она тронула рукой, для вас достаточно, чтобы вам подвинуться назад. Чуть-чуть назад. Так, кому непонятно? Он сам сейчас стоит. Вот она, она или кто-то сказал, тронулись, сразу назад попятили, сколько нужно. Впереди в то помещение, которое сзади, тут у нас отделение право-левое. Для братьев комната вы пока не гранили. Это место может быть наполовину детям родным сразу. Чтобы место освободить сразу, и всех их спихни, что целая братская комната там встаньте, пожалуйста. Сами все вставайте туда. Что она их будет, что ли, во время службы пихать? Братьев? Игорь, ты о чем говоришь? Ну вот их три брата. Один пусть остается, вот там, например, Володя. Взрослые люди. А остальные все становятся линеечкой. Все дети, конечно, не войдут в два ряда, но не в три же, как сегодня уже стояли. В три, в четыре ряда дети стоят. А братья первые стоят. Братья... Передо мной кого-то можете... Вот одного перед Севастьяном посадить. Анютка всегда там у тебя стояла. Ну, для Ниду можно теперь ей место там застопорить. Она маленькая. Так, если ничего нет, поблагодарим Господа Бога. Так, Николай, хочешь сказать слово? Вопрос к братьям, имеющим автомобили. Кто готов в летний период выезжать на неделю на благовестие? Естественно, прицепное устройство поставить для прицепа желающих. Не вижу рук. Там, где автоматическая коробка передач ставить нельзя. Кто готов? Кто готов? Я готов, но какой прицеп будет? Без прицепа. Какой будет? Все ясно. На лето, на лето, на лето, на лето, на неделю выезжать в летний период. Вахты под самые маленькие передавали. А не под самые большие. Все ясно. Вот коробочка. Вот коробочка. Это для дроботов. Здесь написано из Евангелия место. Но вот это слово для дроботов мы заклеим, потому что, чтобы не видел Андрей, он это не приемлет, и чтобы Насте не было от него никаких вопросов, мы ее заклеим, слово дроботы, но имейте в виду, это для них. Татья Надя будет оттуда вынимать. Татья Надя не всегда приходит, чтобы вот сюда ложить и все. Вот здесь на столе будет стоять. Рождество Твое, Христе Боже, наш воссиянье висит разума. В небо следам служащие звездою чахуся. Тебе кланяйтесь от солнца правды, и Тебе, и Тебе, и Тебе, и Тебе, и Тебе, и Тебе. Господи, слава Тебе. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Братья и сестры, молитесь серьезно за нас, она серьезно заболела. И вот то, что она...